всем привет с вами александр усольцев и это московские новости недели что ж главная новость нашего канала на этой неделе то что мы на выходных ценой больших усилий и наконец-то выпустили самару надеюсь вам этот выпуск понравился тем более что наверное это самый трудозатратный выпуск за всю историю нашего канала по финансам по времени по трудозатратам по количеству просто привлеченных экспертов и просто бы даже хотя бы потому что пришлось ездить сначала один раз на несколько дней а потом еще там больше чем на неделю самару чтобы все снять и тут же мы тут только выпустили про самару так как ржд запускает целый поезд тематический туристический на три дня и две ночи жигулевские выходные там с изрань самара там вот это вот волга и заповедник в общем можно все посмотреть я не знаю это какой-то с учетом того что там еще одна из пивных столиц россии если не самая пивная столица россии то получается какой-то поезд синяя стрела но так или иначе на три дня можно в общем даже вполне бюджетно съездить и ну вот с 27 апреля поезда будут но обещают что регулярными на этой неделе также удалось посетить здание геликон оперы на большой никитской надо сказать что проект реконструкции этого здания стал знаковым для москвы 2010-х годов суть в том что в здании необходим был большой зал но разместить его в существующем здании было невозможно и было принято интересное решение во дворе вырыли огромный котлован в результате зал разместился в нем а внутри этого зала существующего ныне там интегрирована и старая стена и крыльцо в русском стиле и все это обыграно в интересном стиле плюс сделаны работы чтобы приспособить акустику этого зала к современным требованиям в начале 2010-х годов стройка затянулась и в результате в 2013 году состоялась удивительная акция в котлован спустились певцы и музыканты и устроили там еще на стройплощадке нового зала концерт для строителей теперь в геликон оперу и другие знаковые площадки нашего города можно попасть более выгодно альфа банк запустил сервис альфа афиша с помощью этого сервиса можно найти и купить билет на любое мероприятие в москве а также гарантированно получить кэшбэк от альфа банка а до 17 марта кэшбэк может достигать целых 50 процентов максимально вернуть можно 5000 рублей так что повышайте свой культурный уровень еще и с выгодой но это значит что раз один большой проект закончился значит мы думаем о каких-то других но не знаю средних больших проект надеюсь такое большое путешествие и как самара и в такое огромное просто вот проект мы ну влезем когда-нибудь наверное здесь все-таки с москвой все-таки наш главный профиль но в том числе сейчас мы начинаем думать о том чтобы ну раз самару сняли надо бы снять и саратов и в частности я вот 9 по 11 апреля буду в саратове пока не буду снимать пока чисто на разведку но если у вас есть какие-то предложения куда-то можно пройти как-то еще встретиться поговорить есть возможность с кем-то интересным пообщаться в саратове то я всегда буду рад с 9 по 11 апреля ну и потом наверняка еще приедем отдельно снимать ну и на этом новостям недели главная новость этой недели которую везде все трубили что вот наконец-то на замоскворецкой зеленой линии московского метрополитена появятся новые поезда это наверное самое просто даже в мемы вошла самая шумная линия московского метрополитена была потому что там было множество старых поездов вот эти так называемые номерные но удивительным образом у нас вот этот запуск омрачился тем что вышло на самом деле два поезда хотя там везде писали что поезд сошел его за за вандали потому что на самом деле два поезда было москва 2024 и в результате один сошел и даже видимо не из-за действий вандалов но так или иначе в этот день в телеграме образовалась какая-то удивительная группа которые сказали что мы фанаты старых поездов и мы значит будем целенаправленно вандалить новый поезд заливать юсб розетки клеем будем клеем промазывать дверные проемы и всячески всячески там исписывать маркерами сиденья вот у нас на канале дмитрий рогачева замечательный транспортный фанат который очень много и иногда очень занудно и дотошно разбирает но самое главное ключевое слово дотошно разбирает что там где чего как запустили так вот он стоял и смотрел какой поезд сошел сошел не тот поезд который завандалили то есть может там технические какие-то неполадки может что-то но в целом поезда москва 2024 они ну фактически это не новый поезд они такие же как поезда москва 2020 но единственное что знаете если бы это были автомобили это бы назвали рестайлингом там немножечко более агрессивные линии света немножечко более сам такой угловатые сделаны решения то есть дизайнерские немножечко там обрещают что пошире проход правда не очень понятно за счет сидений или за счет чего двери может там тоже обещать что чуть-чуть пошире но общем в целом как показывает даже видео которые снимали транспортные фанаты что большинство людей которые в этот поезд заходили и вообще ничего не удивлялись просто заходили ехали дальше то есть ничего какого-то такого вау-эффекта не произошло как например с поездом москва 2020 на зеленой ветке стали обновлять подвижной состав это не может не радовать скоро тестировать шумоподавление наушников как делают некоторые каналы тоже в мем произвела в тех на каналах превратилась будет но будет сложнее мы продолжаем тему железнодорожного транспорта у нас на этой неделе запускали строительство высокоскоростной магистрали высокоскоростная моих железнодорожная магистраль между петербургом и москвой строй на самом деле она уже строится там мост например через москва реку уже строится же летом он там что-то уже делалось но официально мол запустили как-то не странно даже не на ленинградском вокзале а в крюково то есть в зеленограде на а я вам говорил что вот зеленоградский вот этот вот комплекс это будет модель для огромного количества новых вокзалов по всей стране видимо вот его показывают смотрите вот шикарный терминал для высокоскоростной магистрали правда кстати умолчали о том что в этом терминале таком шикарном красивом отопление не было всю зиму и там все так замерзло но особенно самые суровые морозы но тем не менее запустили и обещают что теперь к 2028 году уже через четыре года ну в петербург можно будет доехать за два часа 15 минут жители химок почешут голову и скажут а можно нам тоже высокоскоростную магистраль а то мы обычно ну иногда по химкам столько едем не то что не уж не говоря в москву но тем не менее между двумя столицами перемещаться будет быстрее и в перспективе это все будут продлевать и на юг и дальше но тут пока уже сроки не называются пока самое главное вот вот поезда даже показали ну как бы показали такой рендер что смотрите вот так будет будет выглядеть поезд из этой картинки мы понимаем что это просто вот ну какой-то скоростной поезд не факт что так не факт что вот вот именно то и это в принципе какой-то образ который можно как угодно менять но эти поезда будут разгоняться до скоростей аж в 400 километров в час обещают то есть знаете раньше сапсан там везде стояли знаки аккуратно там регулярно кто-нибудь перебегает и попадает под сапсан ну сейчас меньше но все равно раз в год такое случается а теперь знаете 400 километров в час это вообще не шутка это вот он появился и и уже сразу тут поскольку всех отчитались компании по самокат шерингу вот этих прокатные электро электросамокаты что они скоро вот 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 уже запустится у нас уже даже первые самокатчики повылезали то есть еще не на прокатных самокатах но уже неадекватно едут по дороге так вот все компании сказали что ну и совместно с департаментом транспорта конечно сказали что у нас будет система тестирования пользователей электросамокатов то есть вплоть до того что там ведут идентификацию пользователей и если что будут блокировать если кто-то едет агрессивно то есть в принципе понятно что к этому все шло то есть в частности обратите внимание что у нас каршеринги и таксисты стали ездить но с этим тоже боролись наверно тоже несколько лет но в конце концов ну большая часть из них ездит более менее адекватно не скажу там за всех но самых неадекватных просто блокируют на уровне что там само приложение распознает что человек едет как-то ну совсем неадекватно по дороге или там что-то там резко нажимает газ тормоз или например просто превышает регулярно скорость что-то такое немножечко сложнее задачи надо будет пришить к самокату ну а по поводу новых пешеходных зон у нас мы уже знаем что давно планировали и вот сейчас к лету должны открыть новый мост между музеоном и красным октябрем но опять мост такой немножечко ну скажем так он как бы такой в плане что он пешеходный но он смешной в плане того что там посредине идет ребро жесткости ну то есть просто так быстрее сделать так проще сделать ну так или иначе вот средине как будто бы какая-то вот такая вот выступающая штука будет я прям точно буду вам говорю что это ребро жесткости но поскольку планируют насколько я знаю превратить в скамейку то вы еще к лету услышите на всех телеканалах и по всем каким-то официальным сми что у нас теперь в москве самая длинная лавка самая длинная лавка на мосту книга рекордов россии там самая длинная лавка у нас теперь там свидание на самой длинной лавке а на самом деле просто ребро жесткости так отделают. И более того, у этого моста собираются сделать еще одну пешеходную зону. Там дело в том, что буквально недавно там отреставрировали старый яхт-клуб, дореволюционный еще яхт-клуб, вот на стрелке водоотводного канала и Москва-реки. Вот вокруг него собираются сделать, ну там частично уже есть озеленение, и в общем на стрелке, видимо, будет очень прикольное место. Сейчас оно закрыто почему-то, но вот у меня большая надежда, что все-таки его откроют. Хотя есть подозрение, что там просто это озеленение сделают вместо ныне существующей парковки там. Но еще отдельно интересно, что там обещают, что будут причалы, предусмотрены причалы для водного такси, для яхт и водного такси. Ну, в принципе, для яхт там есть причальчик, а вот для водного такси это что-то новенькое. То есть у нас появится водное такси. Но продолжая эту тему пешеходной зоны, то есть не только от музеона до Красного Октября можно будет пройти пешком, но сейчас-то вот эта вот пешеходная зона вдоль Красного Октября, набережная, она разрывается мостом. Над мостом и улицы Серафимовича, большой такой, широкой, и напротив этого дома на набережной, там вот эта вот болотная площадь. В общем, решили применить инновацию. Мост под мостом. Под малым каменным мостом, который через водоводный канал, пройдет такая пешеходная дорожка, и чтобы вот эта набережная от ГЭС-2 не прерывалась, и можно было пешком дальше пройти до болотной площади. Ну, фактически, ну, не совсем по прямой, но чуть-чуть сделав такую дугу. Ну, пока это только вот на картинках изобразили, но вот никогда такого не было, но вот фактически вот у нас такая будет пешеходная зона. Получается, от Ашпарка Горького, непрерывная, и, ну, фактически, до Третьяковской галереи можно будет, не переходя дороги, пройти просто совершенно спокойно. Вряд ли там разрешат по этим мостам ездить на самокатах и велосипедах, ну, или как бы надо будет спешиваться, но, но, тем не менее, пешочком погуляем. То есть это не зря вот эта удивительная концепция сейчас получается в Москве, я не знаю, почему пиарщики многие про это сейчас не вспоминают, то, что у нас, во-первых, пешеходная зона появится между двумя корпусами Третьяковской галереи, то есть которая вот у нас получается на Крымской набережной и Старый корпус в Лаврушинском переулке, а между ними будет современное искусство в ГЭС-2. То есть у нас просто маршрут искусств. Ну, еще к новостям строительства. На этой неделе открыли ОСК Дружба. Универсальный спортивный комплекс. Дружба, который в Лужниках это такая черепашка. С ним поступили точно так же с этим спортивным комплексом, как и с Большой ареной Лужников. Никто не заметил, но на самом деле спорткомплекс подменили. То есть внешняя оболочка у него осталась абсолютно прежняя, габариты прежние, но внутри все просто ну до минуса, даже не под ноль, а до минуса все вычистили и сделали новый уже современный спортивный комплекс. На этой неделе еще показали целый ряд визуализаций. У нас все оживает по весне. Проект Бизнес Центр рядом с торговым центром Авиапарк вот на Хадынском поле. Потом показали проект жилого комплекса в районе Богородское на открытом шоссе. Ну еще показали до кучи вот эти вот такие большие небоскребы со светящимся верхом в районе завода Кристалл. У нас, резюмируя, можем сказать, что у нас типы Собянинской новой застройки Москвы, они, ну как бы, есть, у нас есть всегда два варианта. Либо пики, либо стаканы. Вот мы можем просто любую застройку Москвы новую можете на эти две категории разделять. Ну и все это чаще всего, ну как, знаете, как на такой площадке большой строится, на большом стеллобате, как на табуретке. Помните, я говорил, что все будем ездить на москвичах? Ну, как бы, пока нет. Москвич, сообщается на этой неделе, решил найти второго какого-нибудь партнера, чтобы новую какую-нибудь модель придумать. Ну, понятно, что не хватает, и нынешняя, видимо, модель не совсем то ли удачная, то ли не идет, но так или иначе, сообщает, официально отчитывается, что с конвейера сошла 31 тысяча машин, а продано, ну, немногим больше 15 тысяч. То есть, меньше половины у нас продано москвичей. Порог безубыточности предприятия 40 тысяч в год. Вот и считайте всю экономику москвича. Но, при этом, пока что планы на 25-й год там 30-35 тысяч машин. То есть, даже в следующем году, по итогам 25-го года, даже официально москвич не собирается выходить на безубыточность. Но, что, будем смотреть, будем ждать, какого нового партнера китайского они еще нам покажут. Ну, а в Кунцеве тем временем появился памятник молодогвардейцам. Ну, то есть, у нас молодая гвардия, книга Фадеева, на Молодогвардейской улице у нас памятник логичный. Самое интересное, что памятник молодогвардейцам есть еще и у памятников Фадеева, непосредственно на Мюмской площади в районе Тверской, Ямской, ну, в районе белорусской, условно. К сожалению многих девушек, которые приезжают на шоппинг в Москву и хотят сфотографироваться с богатыми пакетиками ЦУМа, ЦУМ закрыли, ну, точнее, не закрыли, фасад его, закрыли на реставрацию. То есть, он весь в лесах и у ЦУМа так уже не сфотографируешься, немножечко вот вид испорчен у площади Большого театра. Но, что, все надо когда-то реставрировать. Более того, на этой неделе объявили, что еще гостиницу «Космос» будут реставрировать и эта реставрация должна завершиться по идее до 2029 года. Так что, спешите, может быть, остановиться в гостинице «Космос», потому что там, конечно, холл там полностью уже ну, такой, современный, а вот номера некоторые там с мебелью, с видами на ВДНХ, с кнопками вызова горничной, которые уже, по-моему, даже не работают, но советский такой, элит такой, советский тяжелый люкс. Это все еще можно увидеть, как в музее. Предупреждаю и не говорите, что не предупреждал. 24 марта в МГУ пройдет день открытых дверей. Ну, то есть, понятно, что туда придут абитуриенты, понятно, что туда придут просто интересующиеся, может, там, не знаю, работой в МГУ, но так или иначе, это возможность посетить главное здание МГУ и посмотреть, как оно выглядит внутри. Так что, пользуйтесь. Говорят, там ожидают до 5000 человек, так что, ну, можете столкнуться с очередями. 6 апреля у нас объявили на этой неделе, пройдет парад трамваев. Парад трамваев пройдет в этом году в неожиданном месте, всегда на чистых прудах был, в этот раз будет на улице Лесная и перед белорусским вокзалом потом будет выставка, то есть, улицу Лесную, видимо, перекроют, ну, и, соответственно, будет выставка ретроавтомобилей, разного ретро-транспорта, в общем, пособирают из фондов музея транспорта, пока не открытого, и, ну, и по каким-то общественным организациям, как это было в прошлом году. Но заодно вы знаете, где будет стрим 6 апреля. Удивительные новости пришли из Подмосковья. Впервые в России будут разводить съедобных лягушек. То есть, не одна Франция. У нас под Коломной будут выращивать лягушек, но самое главное, что амтохозяйство, оно уже выращивает там улиток, крокодилов, насекомых даже для каких-то экзотических ресторанов. В общем, удивительные дела. Скоро все будем есть лягушек. Ну, еще прискорбная новость пришла из Аптекарского огорода. Там только расцвели подснежники, как какая-то, ну, как сообщает Аптекарский огород, дама в красной шапке перелезла через ограждение и тут же их срезала. При том, что это вообще-то в Красной книге это наказывается. Ну, в общем, как вам сказать, красная шапочка уже не та. Уже как-то, хотя, если вспомнить, что она там аж даже самого волка до смерти довела, ну, в общем, наверное, наверное, та. Вы, конечно, меня спросите напоследок, как там панда Катюша? Панда Катюша хорошо. Ее 8 марта выпустили в вольер, к вольеру, который, ну, крытый пока еще там в помещении, не на улице. Туда сразу выстроилась очередь в порядке живой очереди пока пускают. И многие посетители были удивлены и даже обескуражены, увидев, что панда Катюша розового цвета. Зоопарк объясняет это тем, что, ну, зависит от питания матери, соответственно, мать питается, там, отдельными кормами ее подкармливают, и она вылизывает постоянно детеныша, и, ну, и вот от этого корма, соответственно, с языка попадает розовый цвет на панду. А панда маленькая уже начала сама бамбук немножечко пробовать. И самое интересное, что говорят, что вот сейчас она подрастет немножечко, место станет, ну, тесновато уже трем пандам в московском зоопарке. И, скорее всего, через пару лет, когда она подрастет, до плюс-минус взрослого возраста, ее обратно заберут в Китай и куда-то перераспределят. Ну, у нас в эфире ваша любимая рубрика «Московские старости». 12 марта только 1918 года Москва снова стала столицей. 106 лет назад из Петрограда правительство переехало в Москву. Причем это, ну, это продолжалось в атмосфере секретности несколько дней там. Ну, строго говоря, всю неделю можно праздновать, что Москва снова столица, потому что 11 марта прибыл правительственный поезд. 12 марта советское правительство официально приступило к работе в Москве. Но вот 16 марта уже только тогда вышла статья в газетах, что известили о переезде правительства в Москву. То есть, все об этом узнали только 16 марта. Ну, еще одна знаковая дата. 13 марта 1924 года, то есть, 100 лет назад в Москву из Берлина была привезена АТС, то есть, автоматическая телефонная станция. И газеты об этом писали следующее. Телефоны-автоматы в Москве. В Москву прибыл из Германии первая автоматическая телефонная станция, рассчитанная на 100 абонентов и предназначенная для установки в управлении телефонной сети для нужд местного значения. В ближайшее время прибывает вторая такая же станция, которая будет установлена в Кремле для его обслуживания. Для разборки и установки автостанций в Москву прибыл из Германии специалист по этому делу, специалист по этому делу, товарищ Гергард, между прочим, член германской коммунистической партии, на которого возложено, между прочим, задание по установке автостанции не только в Москве, но впоследствии и в ряде провинциальных городов Харькове, Екатеринославе, Одессе. Ну вот, около 100 лет назад впервые москвичи стали приучаться к тому, что не барышня отвечает им, а уже вот эти длинные, короткие системы гудков. Правда, не все москвичи, конечно же, к этому приобщились даже в первые 10 лет. Многим так и продолжал отвечать барышня, потому что первая АТС все-таки была подставлена, конечно, не как с Татьяном говорит, что для нужд местного значения, для нужд местного значения это было ЧК. Вот. И, соответственно, первые 100 номеров были у чекистов, у Кремля, и забавное совпадение, что у Дзержинского, который застал эту первую АТС, у него в этой первой системе был номер 007. И вот у него появился вот этот телефон с дисковым набирателем, которую чекисты ласково прозвали Вертушка. Как бы Вертушка потом уже в 30-х годах пришла к обычным гражданам, а так называют спецсвязи по сей день. Ну и, конечно, куда пойти в выходные на этой неделе? Самые главные у нас мероприятия посвящены празднованию Масленицы. У нас в центре города много площадок, у нас блинный марафон на Кузнецком мосту. Масленицу будут 17 марта сжигать в аптекарском огороде. 17 марта, то есть, ну, там, скорее всего, очередь будет. Так что, да. У нас в усадьбе Деда Мороза Масленица, у нас в Архангельском, в Архангельском музее-заповеднике Архангельское, там какой-то блинобол. Я не знаю, что это, но очень интригует. на ВДНХ, конечно. Ну, и самое большое чучело масленицы, которое у нас будут сжигать, это в музее-заповеднике Горки-Ленинский. Знал бы Ленин, что у него музей Горки-Ленинский будет всячески развиваться не связанно с Лениным, а связанно с такими какими-то мероприятиями. И, ну, самую большую масленицу будет сжигать там. Напоминаю, что у нас всегда есть ссылка в описании. В частности, мы там указываем, что еще стоит зайти у нас на выставку Деревянная Москва в галерее в Хутемас на Рождественку. Это у нас Мархи. И там наш старый знакомый и большой специалист по истории архитектуры Николай Васильев, в том числе при его участии открывалась выставка из архивов про старую Деревянную Москву. Я обязательно дойду на неделю 100%. Ну и, конечно, заходите на этот канал каждые выходные в 10.30. У нас в субботу будем ходить по масленичным площадкам в центре. Посмотрим, что где. Ну и заодно там по любимым дворикам. В общем, такой будет немножечко спонтанный стрим. Давно такого не было. Ну а в воскресенье продолжим тему Новослободской. В прошлый раз мы дошли до у нас сквера поэтов, до музея Есенина. Вот будем в том же самом районе ходить. Где-то, может быть, даже снова зайдем к Есенину более подробно. И походим по тому району, посмотрим, где Достоевский родился, где операция «Ы» снимали там один из эпизодов, служебный роман. В общем, вообще удивительные и максимально недооцененные места. Обязательно сделаем там экскурсию. Самая лучшая наша поддержка нас. Спасибо вам, что поддерживаете нас и на экскурсиях, и на стримах, и, конечно же, на бусти. Ну и вот у нас от Таганки до Китая в субботу 16 марта в 13 часов поводит вас Иван Абашев. Ваш покорный слуга по Булгаковской Москве, снова по Булгаковской Москве, потому что у нас вал просто желающих прийти на эту экскурсию, поэтому мы снова ее повторяем, будем повторять, пока не устанем. Вот. Ну и, конечно, у нас экскурсия новая, воскресенье, от Ивана Абашева по Балчугу в 13 часов. Посмотрите на мельчайшие детали, там различные и таблички старые, и знаки, и прочее, прочее, прочее. Ну и ваш покорный слуга в воскресенье по Соколу, территории экспериментов, зайдем в этот поселок Сокол, и там посмотрим, как все тает, красиво, и скоро будет распускаться. Ну а я на этом с вами прощаюсь, ставьте лайк, подписывайтесь на этот канал, если еще этого не сделали. Всем пока, с вами был Александр Сольцев, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok